Очередное открытое судебное заседание по пьяному вождению сегодня состоялось в городе над Бугом. Брещанин, ранее уже неоднократно судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в конце декабря минувшего года был остановлен отрядом ДПС. Освидетельствование показало 2,3 промилля, а значит все предыдущие наказания эффекты не возымели. Сегодня нарушитель был осужден в четвертый раз. Сегодня завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении мужчины, который изначально обвинялся и судом был привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 317 Прим Уголовного кодекса Республики Беларусь и статье 417. То есть это лицо совершило преступление управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно после привлечения его к аналогичной уголовной ответственности. Причем характерно, что данное преступление им совершено уже не впервые, ранее он уже трижды был осужден к уголовному наказанию за аналогичные преступления. И несмотря на это, повторно, возможно, желая или не осознавая, хотя явно был доказан умысел на совершении данного преступления, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и управлял транспортным средством. Приговор мягким назвать нельзя. Штраф 100 базовых величин, 5 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, специальная конфискация автомобиля и год лишения свободы в колонии общего режима. На открытом судебном заседании часто присутствуют люди, так или иначе являющиеся участниками дорожного движения. Курсанты автошкол, молодые водители и те, кто уже однажды приступил закон о запрете алкоголя за рулем. Участие в судебном заседании для них мера профилактическая, которая должна заставить лишний раз подумать, прежде чем пьяным садиться за руль. Регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В рамках этой акции вызываются лица в суд, которые совершили административные правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами алкогольного опьянения. Проходят судебные заседания по уголовным делам, предусмотренные 317-й статье прим по фактам управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Они видят, какие негативные последствия, скажем так, по итогам рассмотрения данного судебного заседания, претерпевает лицо, которое привлекается к уголовной ответственности. С введением нового закона, ужесточающего ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, лиц, которые садятся за руль под шофе, стало меньше. Но до окончательного искоренения подобной пагубной привычки у безответственных водителей еще далеко. Сухие цифры статистики говорят еще об одной тревожащей тенденции. Все чаще алкотестер при освидетельствовании женщин-водителей показывает запрещенные цифры. Действительно, за рулем все меньше и меньше задерживаются водители в состоянии алкогольного опьянения. Но самое страшное, что больше стали задерживать именно женщин, которые управляют в нетрезвом состоянии транспортным средством. Статистика говорит сама за себя. То есть уменьшилось как количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, так и уменьшилось количество водителей, которых мы задержим в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, часто выезжая на дорогу, водители забывают о том, что несут ответственность не только за себя, но и за других участников движения. И управляя автомобилем под шофе, надеются на пресловутая авось, которая работает не всегда и порой приводит к печальным последствиям. А потому необходимо подумать, стоит ли ради нескольких метров передвижения на личном авто подвергать опасности здоровье и человеческую жизнь.